Вы смотрите новости Карелии. Здравствуйте! В студии Виктория Швецова. И вот главная тема этого выпуска. Мораторий на проверки бизнеса действует в Карелии. Только у зрителей нашего телеканала есть уникальная возможность увидеть набережную Онежского озера, самой Бригансины. Там работает наш оператор. Расскажем и покажем, как горожане и гости Петрозаводска отпраздновали День города. Нам очень хочется попасть в солнечную, теплую погоду, чтобы все наши гости фестиваля наслаждались. Карелия готовится к одному из главных культурных событий года – фестиваля Русские Аллы Симфонии. В стране до конца года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В связи с этим в Карелии втрое уменьшилось количество проводимых проверок. В связи с принятым постановлением все проверки, начатые в отношении предпринимателей, на которых распространяется мораторий, были прекращены. Плановые проверки сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Кроме того, в регионе продлили более 370 разрешений, срок которых истекал до конца текущего года. О фактах нарушения моратория предприниматели могут сообщить в Минэкономразвития России. Для этого надо направить заявление на электронную почту. Жалобу рассмотрят в течение одного рабочего дня, не считая дня подачи. В случае выявленного нарушения указанная проверка будет отменена. В Карелии стартовала серия совещаний по контролю исполнения поручений главы республики. Их проводит премьер-министр регионального правительства Александр Чепик. В центре внимания – социально-экономическое развитие районов и городских округов. Сегодня наш материал о Сегежском районе. На контроле у министерств, ведомств и властей Сегежского района находилось 43 поручения главы Карелии после его рабочей поездки в этот муниципалитет. Часть из них уже удалось выполнить. Например, в сфере здравоохранения. За первое полугодие в медучреждения района приехали работать 7 специалистов. К сентябрю ожидают еще 6 врачей. А для местной ЦРБ приобрели 17 единиц оборудования и специализированный автомобиль. Еще одна машина поступит в ближайшее время. Среди грандиозных планов создать в Сегеже региональный травматологический центр. Но есть еще более продвинутый вариант, переговоры по которому уже начались. Разговаривали по поводу того, чтобы там Сегеже открыть. Ведь второй региональный сосудистый центр Сегеже в самом. Вот это было бы очень важно, мы бы все сегера приобрели. Еще одно поручение главы в работе, оно касается выделения денег Сегеже на ремонт дорог в городе. Тем более, что в 2024 году здесь будут праздновать День Республики. Муниципальные контракты заключены, к 1 августа ремонт должен завершиться. За счет Дорожного фонда выделено 87 миллионов рублей. Определен перечень автодорог по улице Ленина, улице Советская, участок улицы Гражданская, участок улицы Рихарда Зоргиевых, участок улицы Спиридонова, проект Гаганина, участок улицы Антикайнина, участок Спиридонова, участок Антикайнина, еще несколько участков улицы Антикайнина. Работы проводятся. Александр Чепик отметил, что деньги на ремонт выделены огромные, поэтому кроме местного подрядчика, который контролирует все работы, будет еще один. Я не буду в текущем режиме этим заниматься, для того, чтобы тратить бюджетные деньги еще на повторный контроль. Это будет сделано, когда окончательно все дороги будут сделаны, вы скажете, все, мы деньги освоили. Тогда приедет независимая наша экспертиза, придет оценку и посмотрим. На совещании также подняли вопрос инвентаризации земель. В ходе данного поручения выявили 80 свободных участков. Они вполне подойдут для потенциальных инвесторов и вовлечения земель в хозяйственный оборот. Определены пять участков под строительство нового жилья для переселения из аварийного фонда. Подобные совещания пройдут по всем районам Карелии. Премьер-министр заверил, что результаты работы по поручениям главы республики проконтролирует лично. Анжела Дробышевская, Сергей Беляев, Служба новостей. Стали известны подробности крупного пожара в селе Заозерье. Частный дом загорелся вчера вечером на улице Новослободская. Позже огонь перекинулся и на хозяйственную постройку. Сгорел также автомобиль Volkswagen Polo. Сигнал о возгорании поступил около 16.00. На месте происшествия работали 30 человек и 9 единиц техники. Спасатели боролись с огнем в 6 часов. Общая площадь пожара составила 530 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Как рассказали в МЧС, сейчас на месте проводится расследование. Причины возгорания устанавливаются. Еще одна трагедия на воде произошла в Карелии. В Волонецком районе отремонтируют мост, а в Суаярском появился новый ФАП. Эти и другие новости в нашей рубрике «Коротко». В Беломорске погиб 9-летний ребенок. Он утонул во время купания с родителями. Проводится следственная проверка. Новый ФАП открыли в поселке Райконкоске Суаярского района. Там ведется прием врача, проводят диспансеризацию и продают лекарства. В деревне Куйтижа Аланецкого района отремонтируют пешеходный мост. Из бюджета региона выделят более 2 миллионов рублей. Городскому выставочному залу Петрозаводска 25 лет. В день открытия в 1997 году там презентовали работы сортовальского мастера Кранида Гоголева. В республике запустили проект по переработке органических отходов в кормовой белок с помощью личинки мухи «Черная львинка». Предприятие может перерабатывать тонны органики, которая сейчас отправляется на свалки. На выходных Петрозаводск отметил свой день рождения. В этом году праздник был посвящен 350-летию Петра I. Тысячи горожан пришли на набережную Онежского озера, чтобы поучаствовать в программе, посмотреть на алые паруса и послушать концерты звезд российской эстрады. Наши корреспонденты Наталья Кузьмина и Илья Лопухин расскажут, как это было. Празднование Дня Города началось здесь, у памятника Петру I, в ритме танцев Петровской эпохи. Полная программа Дня Города очень насыщенная и продлится буквально до ночи. Мы постараемся максимально осветить все события этого праздника и рассказать о них вам. Ну и поделиться впечатлениями. Сотни горожан пришли посмотреть на торжественное открытие праздника. Танцы, музыка и костюмы Петровской эпохи, сшитые специально ко дню рождения карельской столицы. На главной сцене в створе проспекта Ленина развернулось театрализованное представление, посвященное эпохе Петра I. С праздником горожан поздравил Петр I в сопровождении первых лиц. Глава Карелия отметил, что дело императора живет до сих пор. Город Петрозаводск сегодня развивается. Строятся новые жилые кварталы, строятся новые заводы, что очень важно. На набережной Онежского озера жителей и гостей карельской столицы ждала развлекательная программа. Мы решили принять участие в мастер-классе традиционных мужских карельских ремесел эпохи Петра I. Илья, здравствуйте! У вас фестиваль мужских ремесел? Да. Что вы делаете? Я кую железо, я же кузнец. А женщина, можно попробовать в мастер-классе принять участие? Мужских ремесел? Да. Да, давайте я почему-нибудь тоже. И вот за мной повторяйте. Это что мы с вами куем? По одному удару. А что мы куем? Это будет роза такая фантасмагорическая. Работники музея-заповедника Кижа зазывали горожан на танцевальную часть праздника. Как вам круга? Как вам танцуются? Отлично. Как праздник? Ой, я этот праздник просто обожаю. Значит, два года без него. Скучали? Очень скучали. И так рада, что он вернулся. А пока девчонки танцуют кругу, мужчины идут бриться. Пожалуй, самый известный указ Петра I – брить бороды на манер европейцам – не очень-то понравился боярам, военачальникам и купцам. Оставить растительность на лице позволили разве что священнослужителям да крестьянам. Сегодня на набережной вновь работают цирюльники. Или, как скажут сейчас, барберы. На шоу «Петровский цирюльник» они соревновались в своем мастерстве, оценивали участников горожане. Хочу быть усатой, как Петр I. Я смотрю, ты обновился. Да, как думаешь, меня оставят работать на телеке с такими усами? Ну, я не знаю, но мне кажется, я знаю, у кого можно спросить. Петр Алексеевич, с днем рождения вас! Благодарю, что не забыли о моем трех с половиной вековом юбилее. Как вам праздник? Как день города? Как погода? Очень рад за петрозаводчан, что не забывают мои традиции. А сей день празднуют весельем, да ассамблеями целый день. Петр Алексеевич, как вам вид моего коллеги? Ну, уже похож. Похож на человека без бороды. Намного лучше. Здорово, что блюдут традиции мои, блюдут. Тем временем, выпускники петрозаводских школ уже спешат на набережную в ожидании прибытия алых парусов. Вот оно, самое долгожданное событие этого дня. Тысячи петрозаводчан ждали появления алых парусов. Сейчас они прямо за нами. И только у зрителей нашего телеканала есть уникальная возможность увидеть набережную Онежского озера, самой Бригантины. Там работает наш оператор. Леша, тебе слово. Привет, Наташа. Привет, Илья. Я на Бригантине. Прямо под алыми парусами. И это долгожданный момент для всех петрозаводчан. Вид отсюда открывается потрясающе. Сейчас я вам все покажу. Вечер продолжает концерт группы «Пропаганда». Завершился праздник фейерверком. С днем рождения, любимая столица. С вами были Илья Лопухин. Наталья Кузьмина. И наши операторы. Варвара Ермоленко, Александр Колобов и Алексей Локтев. И вся служба новостей. Более подробный репортаж о празднике смотрите в программе «Большие новости» на этой неделе. В День города государственными наградами отметили петрозаводчан самых разных профессий. За высокие достижения горожане получили медали и благодарственные письма. Так, благодарность президента России объявлена члену комиссии по вопросам помилования Ольги Хлопотовой. Трубопроводчик Онежского судостроительного завода Юрий Ефремов получил медаль за заслуги перед республикой. Званием заслуженного врача Карелии удостоена Наталья Олонцева за высокий профессионализм и многолетний труд. Когда узнала, что мне будут здесь награждать, думала, да, действительно большая награда. Я больше 30 лет отработала в больнице. Моя это награда или больница? Знаете, это награда, наверное, всего коллектива. А заслуженным тренером республики стал Леонид Лукьянов. Среди его воспитанников медалисты Европы, России и Карелии под хэквондо рукопашному бою и самбо. Здравствуйте, поздравляю с получением награды. Какие эмоции? Спасибо. Ну, эмоции. Какие могут быть эмоции в такой хороший праздничный летний день? Сегодня праздник нашего города. Это самый любимый праздник горожан. Поэтому эмоции самые хорошие. Горный парк Рускеала готовится к главному событию года – Рускеала симфони. В этом году, 15 и 16 июля, фестиваль соберет именитых музыкантов и артистов со всей России. Подробностями грядущего события поделилась наша съемочная группа и вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник. Мы поменяли сроки фестиваля. Нам очень хочется попасть в солнечную, теплую погоду, чтобы все наши гости фестиваля наслаждались музыкой, наслаждались прекрасным местом. Первый концерт, с которым мы стартуем, это 15 июля. У нас приезжает Башмед со своим прекрасным коллективом «Художественное слово Пореченков». Не только хороший прогноз погоды скрасит эти дни. Планируется выступление девяти коллективов, среди которых ансамбль песни и танцев Карелии и Кантеля, государственный камерный ансамбль солисты Москвы, а также кубинский оркестр, репертуар которого включает латинские хиты, этно-джаз и не только. Посетят фестиваль и гости из Белоруссии и Казахстана, а хористы Валамского монастыря впервые споют на воде. Для жителей Петрозаводска и Санкт-Петербурга организуют отдельные трансферы до места проведения фестиваля. Ожидается, что в этом году фестиваль «Русскеала симфонии» посетит более 10 тысяч человек. С программой фестиваля и местом сбора на трансфер можно ознакомиться на официальном сайте в группе фестиваля ВКонтакте, а также сайте Карельской государственной филармонии. На фестивале «Русскеала симфонии» выделят площадку для молодых исполнителей. Такое предложение прозвучало от студента консерватории, участника коллектива оперных певцов Артема Ставрова на встрече Артура Парфенчикова с карельскими участниками Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Глава региона поддержал инициативу. Обсудили и другие творческие идеи. Ангелина Тяпушкина, студентка ПетрГУ, занимается дизайном одежды и мечтает о создании арт-пространства для молодых художников и дизайнеров. Артур Парфенчиков посоветовал ей подать заявку на гранд-главы Карелии или президентского фонда. Нам важен самый главный человеческий потенциал. Человеку в Петрозаводске, в Карелии должно житься комфортно, ему должно житься интересно. В Карелии участились случаи встреч с медведицами и медвежатами. В Петрозаводске жители микрорайона ТИС-усадьба жалуются на такое соседство. Звери бродят по той же дороге, по которой ходят местные жители. А это видео снято в пяти километрах от Медвежьегорска. Название города обравдывает себя. Еще одна встреча зафиксирована в Беломорском районе. Рыбакам пришлось тут же собрать вещи и скорее покинуть берег. На этом завершим. Всего вам доброго и до встречи в эфире.